Случай в морге В нашем доме живет очень хорошая женщина. Сейчас она на пенсии, а всю жизнь проработала в медицине, закончив карьеру доцентом, но продолжает преподавать студентам на своей кафедре. Встретил я ее вчера и разговаривали с Томасем. Ненароком спросил, были ли в ее жизни какие-нибудь страшные истории, связанные с ее работой, ну или вообще. Она, немного подумав, ответила, что чего-либо такого не припомнит, кроме единственной, которую вспоминает всю жизнь. И не торопясь поведала ее мне. Рассказывать буду от ее лица. Когда мне было около 18 лет, я поступила в медицинский вуз, потому что всегда тянула к познаниям в этой области и хотелось приносить больше пользы больным людям. Так вот, этот случай произошел со мной на первом курсе учебы. Как всегда, мы периодически проходили практику в стенах Омского морга, который находится в центре города. Участвовали в воскрытиях трупов, препарировании, помогали взрослым медикам и много всего такого. В один из таких дней, ближе к вечеру, когда время практических занятий подошло к концу, все, как положено, пошли в местный душ при морге. Я где-то подзадержалась и в душ пошла, когда уже все оттуда вышли. Минут 15 приводила себя в порядок, оделась и пошла на выход. Он пролегал через секционный зал, зал, в котором лежат трупы, приготовленные к дальнейшему вскрытию и обследованию. Пройдя безмолвные тела, подошла к двери, ведущей к долгожданному выходу, дернула ее, а она закрыта. Некоторое время еще пыталась мучить ручку, потом стучать, пинать в дверь ногами, но она предательски не открывалась. Проходило время, становилось уже поздно, но никаких звуков движения и присутствия снаружи людей не обнаруживалось. У меня резко началась паника. Как же так? Почему меня не дождались и забыли? Когда про меня вспомнят и придут? Но все вопросы повисали в гробовой тишине. Долгое время, борясь с дверью и крича, прося о помощи, я вдруг поняла, что в здании никого из живых уже давно нет. Лишь только я и эти полуразложившиеся трупы. Стала постепенно себя успокаивать, думая, ну раз так вышло, придется как-то терпеть и дожидаться утра. Часов у меня не было, сотового телефона тогда тем более. Ждать выручки уже не приходилось, и я, немного освоившись обстоятельствами, пошла бродить среди лежащих на столах. Они меня сильно не пугали, ведь почти каждый день приходилось с ними иметь дело. Прошло несколько часов, и я, окончательно успокоившись, пристроилась в одном из углов большого зала, решила убивать время во сне. Тем более было тихо, не как в общежитии, где всегда стояла какая-то возня. Не успев заснуть, я слегка почувствовала некое движение возле моих ног. Открыв глаза, я ничего не увидела, и снова закрыв их, стала пытаться заснуть, думая о чем-нибудь нейтральном. Как вдруг что-то брякнуло об кафельный пол. Я напряглась, пристала, и то, что я потом увидела, этого я не могу забыть всю жизнь. Недалеко от меня стоял мужчина и смотрел в мою сторону, но у него не было глаз. Ртом он производил какие-то странные движения и, немного качаясь, размахивал руками. Стало страшно невмоготу. Я постаралась поморгать глазами, думая, что это сон, но ничего не менялось. Секунды спустя мужчина двинулся к дверям, которые я атаковала вечером, но там он уже был не один. Несколько человекоподобных тел присоединились к нему, и одной кучей они столпились возле двери. Я смотрела, как они судорожно пытались открыть ее, но кроме возни у них ничего не выходило. Через время ко мне подплыли две женщины, одна совсем молодая, а вторая значительно старше. Я почувствовал, как эти руки гладят меня, их рты будто что-то хотят сказать, но слов я не слышала. Видимо, как-то они подействовали на меня, и их присутствие мне даже показалось каким-то спасительным. Мне стало не так страшно, и я просто уже без особого ужаса, стараясь не привлекать к себе внимания, тихонько решила наблюдать за этими существами. Они бродили по залу, некоторые плавно исчезали, как бы улетая куда-то, хотя на столах, где они все лежали, так и находились прежние очертания лежащих мертвых тел. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы неожиданно не распахнувшаяся дверь, которую открыл местный вахтер, проходивший по коридору и увидевший полоску света из-под дверей этого зала. Он решил проверить и выключить свет, это и было мое спасение. Остаток ночи я провела у вахтера, пили чай. На мой рассказ о случившемся со мной, он просто молча кивал головой и хмылялся. Но этот случай все равно не отбил у меня охоты заниматься любимым делом. Друг Эта история началась с нашего переезда на новую квартиру. Бывшие ее владельцы предупредили нас, что в квартире живет домовой. Но мы как-то не обратили внимания на их слова. Мало ли, что пожилым людям на старости лет может померещиться. Однако не прошло с нашего переезда и недели, как мы с нескрываемой горечью поняли, что старики были правы. Домовой в квартире явно был. О своем присутствии он стал регулярно напоминать нам мелкими, но довольно мерзопакостными делами. А однажды, когда я и муж были на работе, открыл в ванной комнате водопроводный кран. В результате чего у нас состоялось незабываемое знакомство с соседями, живущими этажом ниже. Пока мы занимались незапланированным ремонтом, домовой решил проявить себя на новом поприще. Вдруг стали непроизвольно включаться и выключаться электрические приборы. Внезапно перегорел мой любимый фен для сушки волос. А под конец вышел из строя новый холодильник. Так как денег на его починку у нас не было, пришлось по совету знакомых униженно просить незримого хулигана его исправить. Как ни странно, но холодильник после этого вновь начал исправно работать. Однако по ночам из ванной стал слышаться тихий и хитрый смех. Однажды днем я решила отдохнуть. Плюхнулась на кровать и попыталась уснуть. Полежав немного, я услышала, что дверь в спальню открылась и кто-то вошел в комнату. Чувствую, что не могу пошевелиться и открыть глаза. Этот кто-то постоял секунду около двери, а потом послышали стихи и крадущиеся шаги, похожие на кошачьи. По мере того, как этот кто-то приближался к кровати, у меня стало сводить будто судорогой руки и ноги. Я испугалась и тут услышала голос. Он будто рождался во мне. «Повернись ко мне», – приказал этот голос. Я еще больше испугалась, потому что этот голос был знаком мне. «Повернись ко мне», – повторил голос настойчивее. «Открой глаза», – снова услышал я в голове. «Не могу», – ответила я. Он легонько прикоснулся ко мне. Тут я вспомнила, что в таких случаях надо спрашивать, к добру или к худу. Так я и поступила. Ответ незнакомца меня удивил. «Друзья к худу не ходят». «А ты, друг?» – спросила я. «Друг, если надо будет, позови». После этих слов он исчез. Помощь и силу друга я не знала, кто он и как его зовут. Я ощутила буквально через несколько дней. Муж напился, буянил, и я никак не могла урезонить его. Я с тоской подумала. «Ну где же ты, друг?» – помог бы уложить его спать. И странно, муж, который все порывался куда-то уйти, сидя, схрапнул и улегся спокойно и уснул. Муж на следующий день поведал мне следующее. Утром он проснулся, когда я уже ушла на работу. Открыл глаза и оцепенел. Посреди комнаты стоял незнакомый мужчина. Муж, нервно смеясь, рассказывал мне. Мужчина был весь белым и странно походил на меня только с бородой. Этот мужчина, плавно будто летя по воздуху, придвинулся к нему и, схватив за шею, начал его душить. Муж сильно перепугался и даже начал прощаться с жизнью. Но тут рука внезапно разжалась. Он почувствовал облегчение. На лбу у него выступил пот. Я, конечно, не сразу поверил рассказу мужа, но потом увидел следы пальцев у него на шее. И вот тогда в нашей семье встал вопрос ребром. Быть домовому в квартире или не быть. От полной безысходности забрела я к экстрасенсу, адрес которого прочитала в газете. Тот, основательно опустошив мой кошелек, посоветовал подкинуть домового в другую семью. И даже объяснил, как это сделать. Инструкции экстрасенса я в точности выполнила в ближайший же выходной день. После целого часа уговоров поменять место жительства, домовой отправился со мной в гости к моим знакомым. Что он рядом и благополучно добрался, я убедилась сразу по прибытии. В старой коммунальной квартире, куда я пришла, тут же потух свет и сорвался в уборно-чугунный бочок от унитаза. Напившись чаю и чувствуя себя предателем и Иудой, я при первой же возможности покинула моих доброжелательных знакомых. Прошла неделя, прежде чем я поверила в свое счастье. Тишина и покой в квартире доказывали, что деньги экстрасенсу заплачены не зря и от нечисти мы избавились. Женщина с ребенком Эта история действительно произошла со мной и моим мужем. Мои родители жили на севере в одном из небольших поселков в Тайге. Когда я уехала учиться, они развелись. Мама переехала в город, а папа остался жить в поселке. Я с мужем часто ездила навещать папу. Как и все живущие в этом поселке, папа часто уезжал по работе в Тайгу. Как-то он в очередной раз уехал, и мы остались одни. Для того, чтобы было понятнее, немного опишу дом. Дом был трехкомнатный. Окна двух комнат выходили на улицу, а в одной комнате окно выходило на застекленную веранду. В этой комнате мы и спали всегда, потому что это была единственная комната с двуспальной кроватью. Когда мы спим, мы всегда плотно закрываем дверь в комнату. И вот я ночью просыпаюсь от того, что плачет ребенок. Я посмотрела в окно, которое было прямо напротив кровати, и увидела там маленькую девочку. Первый раз в жизни я действительно поняла выражение. Волосы на голове шевелятся. Я подумала, что это сон, и почему-то посмотрела на дверь. Она была приоткрыта. Я сразу успокоилась, так как точно знала, что мы ее плотно закрыли, а значит это сон. Сразу скажу, что моего мужа невозможно напугать никакими рассказами и фильмами ужасов. Он и не верил в подобные вещи. Через какое-то время он меня разбудил и сказал, чтобы я открыла дверь. Потому что у нас какая-то женщина с ребенком на веранде стоит и в окно смотрит. У нас поселок маленький, все друг друга знают, и поэтому даже дверь на ночь не закрывают. Он и подумал, что это знакомое. С просонья даже и не подумал, что ей надо так поздно. Естественно, никакой женщины с ребенком на веранде не было. Самое страшное было, когда меня в панике разбудил трясущийся муж и спросил, слышу ли я эти звуки. За дверь услышно было, как по дому бегает ребенок и поет песни. Мой муж первый раз в жизни испугался, а я чуть не посидела. Мы так и просидели до утра. Я простыней завешала окно. Потому что если бы я увидела еще раз там кого-то, я бы получила разрыв сердца. В комнату к нам никто не стучал и дверь открыть не пытались. Просто мимо двери все время ходил ребенок, как будто босиком и что-то пел. Утром, а точнее днем, смелости хватило выйти только тогда. Дома, конечно, никого не было. Все вещи были на своих местах. Мы облазили весь дом в поисках булавок или каких-нибудь волос. Думали, что порча, но так ничего и не нашли. Следующий раз я приехала к папе одна. Он мне пожилал спокойно ночью и пошел смотреть телевизор в зал. Я принесла куртки и легла на пол. Он на меня как на дуру посмотрел и спросил, почему я не иду в нашу комнату. Я ему сказала, что боюсь. На что он мне ответил. Ну и правильно, я там тоже не сплю. Ребенок в окно все время смотрит. Жутко становится. Я его тогда чуть не убила за то, что он нас не предупредил. Что это было, не знаю. Никаких страшных историй в этом доме вроде не было. Я у соседей спрашивала. Поселок молодой. Все друг друга знали. Ничего странного замечено за бывшими жителями не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова